Может случиться. Здесь ведь полно NPC, вроде манекенов. Визуальный стиль мне очень нравится, конечно, этого мультфильма. Майни, у нас с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на Содерлинга. Его новое видео называется Тайные эксперименты над разумом героев удивительного цифрового цирка. Давайте же посмотрим, что вам интересно Содерлинг расскажет, расскажет ли вам что-то новое. Погнали. Всем привет, с вами Содерлинг. И, во-первых, Гаммигу жив. Киннис пипет... Ууу, он жив! Возможно. Глил его, а лишь телепортировал обратно в так называемую комнату разработчика, куда в течение эпизода они, вспомни, попали за дядь... Где ваши доказательства? ...через глич за текстуры. В момент перемещения ее можно заметить в силуэте Гаммигу. Там видно и синий шаг... Реально, кстати. ...мотный пол и часть модельки одного из крокодилов. По всей видимости, Кейн просто вернул его в исходное состояние обездвиженной модельки. Да даже если бы Зубастик и удалил его, в комнате разработчика был еще один Гаммигу, у которого, как и фургон с сиропом, спокойно можно было повторно использовать. Мне кажется, он все равно уже не будет с теми воспоминаниями. С воспоминаниями-то стерты. На что навекает Рогата. Кейн любит иногда повторно использовать NPC. Сама студия Глич до выхода второго эпизода выкладывала до сих пор невиданные нами кадры с приключениями главных героев в конфетном королевстве в сопровождении Гаммигу. Однако же эти изображения вполне могут быть не каноничны. Просто рандомно слипленные рендеры, чтобы нас запутать. Ведь следующей серии, по идее, должны быть ассимуляторы Макдональдса и Доми с привидениями. Если что, все трейлеры и кадры я разберусь. Дом с привидениями, вот прям, мне почему-то сразу напоминает игры про Марио. Вот что-то вот есть в этом, такой дух. Собираю в своем телеграме. Не про Марио, Луиджи Мэншнс. И не создательница мультсериала официально подтвердила, что в будущем у нее кое-что припасено для фанатов Гаммигу. А значит, вероятно, мы его еще увидим в том или ином виде. Другой вопрос, остался ли он тем же крокодилом, каким его запомнил о помне. Тут три варианта. Либо все его воспоминания обнулились до исходного состояния, и он просто начнет действовать по заданному сценарию. Либо же он все помнит, и будет считать, что помнит, над ним просто поиздевалась. Либо же, что еще более вероятно, он просто промелькнет на фоне в виде обездвиженной модельки среди кучи таких же NPC, созданных, чтобы быть побежденными и забытыми. Все три варианта звучат довольно жутко, но, увы, таков этот мир. Бренд из бытия в игре удивительный цифровой цирк. Им бы лучше стоило сыграть в Ханкай Старрейл. Автор покушает, автор покушает. Добряем, вот этот автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. После первого дня в цирке, помни, чувствовал себя ужасно. Нервный смех, кошмары, осознание одиночества и безысходности. Явные признаки психологической травмы вследствие приключившегося с ней. Хоть Кейн лишь искусственный интеллект, и ему трудно понимать человеческие эмоции, думаю, даже он осознавал, что подобные симптомы потихоньку двигают, помни, к рассеиванию. Закономить... Ура, спидран по рассеиванию, поехали. ...вследствии полного лишения рассудка. И со слов Рогаты, единственный способ сохранять его, это как раз-таки участвовать в приключениях. Все же приключения дают возможность занять себя, сохраняя разум здоровым и чистым. И теперь же стоит отметить... Да, только она в каждом приключении где-то находится, обычно она куда-то влазит, какие-то в баги, приколы, фейлы чисто. В прошлом приключении она отсиделась, искала выход, что в этом она... Факт, что каждый раз, когда помни, проявляясь симптомы расстройства личности, Кейн сваливает, понимая, что своим присутствием он может усугубить ситуацию. И девушке в этот момент лучше пообщаться с другими людьми. Он искусственный интеллект, а в игре питаться даже людям не надо, так что это была чистейшей воды отговорка. Более того, когда, помни, в очередной раз пыталась искать смысл в происходящем, Кейн просто закинул игроков в портал, чтобы отвлечь девушку от вредных для ее рассудка мыслей. Вся суть нашего пребывания здесь, это ролевки? Почему вы просто стоите? Блин, реально, кстати. Он никуда не спешил, после ухода игроков просто стоял себе с трубкой во рту, а значит просто действовал на благо новенькой. Блин, слушайте, получается Кейн наоборот хочет, чтобы она не рассеялась? Вот это интересно, кстати, ну, кажется, ты смотришь это просто так, но можно это не заметить. Причем, к этому квесту Кейн подошел с особым усердием, разработав новый искусственный интеллект, имитирующий человеческое поведение. В нем я тестирую новый ИИ, с ним погружение усилится в 57 раз! Однако же этот ИИ проявляется далеко не у каждого NPC. Помадка и конфетная королева по большей части просто следуют заданному сценарию, как и королева Глуинка в пилотном эпизоде. Макс бился об камни, пока Гаммигу не сказал ему забраться по веревке, а чат не мог даже переключить передачу из-за длинных рук, хоть они были таковыми изначально, что говорит о низком уровне их ИИ. А значит, весьма логично предположить, что новенький ИИ тестировался не на всех персонажах, а исключительно на Гаммигу. В него была заложена неприсущая другим NPC человечная мотивация, подобие людских чувств и искусственная способность осознания себя как NPC. Если бы вместо крокодила за текстурами вместе с помня оказался, к примеру, помадка, вёл бы он себя так же, как Гаммигу. Логичный предположить, что он бы просто попытался скавать все сладкие модельки, ведь даже при попытке Джекса внушить ему свои идеи, помадка продолжала... Получается, сам Гаммигу создался изначально для помней. ...а удействовать исключительно в рамках своей роли. Пошло, что-то не попало, наверное. Вы же такой, знали бы вы, чем я занимаюсь в свободное время, вас бы стошнило! Гаммигу же не просто способен воссоздавать симуляцию определенных чувств и эмоций. Нет, его проблемы идентичны проблемам помни. Кажется, мне знакомо это чувство. В Гаммигу она видела саму же себя. Ну опять же, у него же не было такие бы проблемы, если бы он не попал бы в эту штуку. Ну и при этом не думая, что они попали сюда специально. Это же больше как баг, их опять в текстуру пендюрило. Наверное, я просто не хочу, чтобы ты чувствовал себя ничем. Будто бы он был создан для нее. Хоть Кейн не способен контролировать разум людей, однако же это не значит, что он не способен видеть его содержимое. Ведь их разум загружается в виде цифрового кода. Стоит вспомнить, что построив локацию выхода, Зубастик сумел в точности воссоздать компьютер из реальной жизни, через который главные герои вошли в игру «Удивительный цифровой цирк», будто бы он в точности скопировал его из воспоминаний самих же игроков. Если же это так, то он запросто мог использовать воспоминания, чувства и переживания полни во время создания Гамику, искусственно сотворив для нее родственную душу, крокодила, который мог бы ее понять и морально поддержать. Не спроста же НПС называет его здешним богом. Именно поэтому Кейн боялся оставить Гамику в цирке. Я понимаю, что вам нравятся ваши НПС, но если я перестану понимать, кто человек, а кто НПС, кто знает, что может случиться? Здесь ведь полно НПС, вроде манекенов. Визуальный стиль мне очень нравится, конечно, этого мультфильма. Луны, солнца и бузырька. По кайфиксу. Пообщаться, чтобы помочь ей избежать рассеивания. Его затея сработала. В конце концов... По факту, больше мне кажется, для нее было решаемым, это когда в конце поминки устроили. Она тогда, мне кажется, больше всего успокоилась. В девушке действительно стало легче. Но по факту, Кейн использует данные из разума игроков, чтобы помочь им, хоть и не всегда удачно. Каждый из игроков, попав сюда, переживает по-своему. Рогата была, как помни, и потому всячески пытается ее подбодрить. Почему просто не попытаться найти выход? Мы так и делали. Впервые попав сюда, но через некоторое время ты осознаешь, что выхода нет. Джек же до сих пор крайне инфантилен. Пытается веселиться, не зацикливаясь на проблемах. А в грустные моменты просто валит, боясь показать остальным мягкую сторону. Из-за столь же тяжелого прошлого. Внутри он страдает не меньше остальных. Но скрывая чувство замазкой плохого парня. Гэнго при жизни... Я надеюсь, что его потом-то раскроют. Я надеюсь, что потом будет какая-то серия, которая его раскроет с другой стороны. Было бы круто. Обожала аниме. И в цирке для успокоения продолжает рисовать аниме Артики. И не только. Иначе я расскажу рогате про ту фигурку. Скорее всего, она просто сделала игрушку в виде рогаты, которую можно одевать и раздевать, как аниме фигурки. И теперь Джекс ее шантажирует. Прошлые персонажи. Как выбраться из цирка и причины поведения кино, я уже разбирал в своих трех прошлых видео. Обязательно посмотрите их тоже. Ну это интересно, интересно. А также под... Ну что, блин, ждем новую серию. Я капец как жду. На самом деле, вот сейчас я очень начал ждать. После второй серии я понял, что мне прям нравится. Надо вот, блин. Вот, блин, вот так вот. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Содерлинга обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем счастья, здоровья, удачи, все. Придачу. Пока.